Книга «Открытым оком. Тема дети. 26 том. Вопрос 3842. С какого времени нужно усиленно втолковывать осознание бренности жизни? Не с детских же лет, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Советуют всегда начинать у грудей матери воспитывать, дабы не опоздать. Ефесян 4 глава 22 по 24 стих. Суетятся, лезут вон из кожи, словно жить еще им сотни лет. А вдали в молчании стовековом горы, глядя на шумливый люд, замерли печально и суровы, словно жить всего им пять минут. Расул Гамзатов. Исайя 46 глава 4 стих. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Люблю отчизну я, но странной любовью, не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне от радного мечтания. И в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску стопаньем и свистом подговор пьяных мужичков. 1841 год Лермонтов. Псалом 61, 10 стих. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Экклесиаст 11 глава 8 стих. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет, суета. Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так нос дрепыльный уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий. 1836 год Пушкин. Римлянам 6 глава 12 по 13 стих. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Ты пьешь любви коварный мед, от чаши уст не отнимая, и в сердце юное течет струя восторгов огневая. И упоен, и утомлен, ты не спадаешь в тихий сон. Мечта не рой тебя лелеет, кропя росою сладких слез. Так с жадных крыл прохладу веет на жертву неги кровосос. Так в цвете истливают силы от присыщения в пыль могилы. Ты скажешь, мил заветный плод, не дважды молодость цветет, и без желаний волны леты. Шумят всегда у наших стоп, но ты сердцу прежде меты готовишь гибельный озноб, и поздний плач, и ранний гроб. 1829 год, Бестужев-Марлинский. Притча, 22 глава, 6 стих. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Цафоний, 3 глава, 7 стих. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. И они прилежно старались портить все свои действия. Солдат, которому в войне отшибли ноги, был отдан монастырь, чтоб там кормить его. А служки были строги для бедного сего, не мог там пищу несчастливый ласкаться, и жизни был не рад, оставил монастырь без ноги сей солдат. Ног нет, пополз, и стал он по миру таскаться. Я дело самое приважное имел. Желая, чтоб никто тогда не зашумел. Весь мозг, калика я его имею в теле, был в этом теле, и голова была пуста. Солдат, ползя с пустым лукошком, ворчал перед окошком. Дай, милостыньку, кто мне ради Христа? Подайте ради Бога, я целый день не ел, и наступает ночь. Я злился и кричал. Ползи, негодный, прочь, куда лежит тебе дорога? Давно тебе пора без ноги умирать. Ползи, и не мешай мне в шахматы играть. Ворчал солдат еще, но уж не предо мною. Перед купеческой ворчал солдат женою. Я выглянул в окно, мне стало-то смешно. За что я сперва злился, и на безногого я смотря веселился. Идти ко всеночной была тогда пора. Купецкая жена была уже стара и очень богомольна. Была вдова и деньгами довольна. Она с покойником в подрядках клад нашла, молиться пеша шла. Но не от бедности, да что, коли-ка можно, жила она набожно. Все дни ей пятница была и середа, и мясо в десять лет не ела никогда. В дни стри уже она не напивалась водки, а сверх того всегда перебирала четки. Солдат и ей о пище докучал, и то ж ворчал. Защекотила ей его ворчанье в ухе, и жалок был солдат на божьей сей старухе, Прося, чтоб бедному полушку подала. Заплакала вдова и в церковь побрела. Работник целый день копал из ряда на огороде гряды, И, встретившись несчастному сему, что выработал он, все отдал то ему. С ползущим воином работник сей свидетель. В каком презрении прямая добродетель. 1759 год, Сумароков. Второе Петра, первая глава, пятый стих. То вы, прилагая к сему все старания, Покажите в вере вашей добродетель, В добродетели рассудительность. У меня от хамства нет защиты, И на этот раз оно сильней. Звонкие хрусталики разбиты, Позывные доброты моей. Только слышно, как в душе играет, На старинной скрипочке печаль, И слова для мести выбирает, Чтоб забыты были невзначай. У меня от хамства нет защиты, Беззащитность за какой же грех? И опять в волнах моей обиды Захлевнулся смех. Но хамство руки потирает, Все ему пока что сходит с рук. Сколько мир от этого теряет, Только нам сплотиться не досуг. 1978 год, Андрей Дементьев. Число 15 глава, 30 стих. Если же кто из туземцев Или из пришельцев Сделать что дерзкую рукою, То он хулит Господа, Истребится душата из народа своего. Второзаконий 17 глава, 13 стих. И весь народ услышит и убоится, И не будут впредь поступать дерзко.